Всем привет! Вы на канале Маврин Футболковыч и сегодня мы поговорим обо мне, а точнее о той части, которая связана не с тренерской деятельностью, а с футбольной. Я играю в любительской футбольной лиге Москвы, играю в команде Селтик, это премьер лига Востока. И сейчас я вам расскажу об одной из игр, которую мы сыграли в Лиге Чемпионов с командой СДК. Поподробнее обо всем. Поехали! Начну с лирического небольшого отступления и скажу о самом обзоре. Я ждал полноценную игру, вышел обзор. И о том, как он смонтирован. Я не профи, но и я могу убрать дорожку с голосом, к примеру, и сделать только музыку. Да, бы не было каких-то комментариев посторонних, которые не нужны в этом обзоре, мата какого-то. Поэтому тот, кто монтировал это видео, ну, тебе вопросы большие. Дальше, второй вопрос тому, кто монтировал видео. А где опасные моменты Селтика были? То есть в игре мы их создали, в обзоре мы их не увидели. Непонятно. Вот, поэтому отдельные вопросы к тому, кто это монтировал. Ну, это лирическое все отступление. Теперь давайте о самой игре. Давайте я вам расскажу немножко о предматчевой всей истории. Мы играли последнюю игру группового этапа Лиги Чемпионов. Играли с командой ЦДК, ведомой Алдонином и Корякой. Я считаю, что это два небезызвестных человека в футбольной среде России. И нам нужно было край выигрывать, чтобы пройти в следующий этап. ЦДК нужно было не проигрывать. Собственно, с этим учетом мы выходили на игру, чтобы атаковать, чтобы забивать. Они выходили с осознанием того, что им самое главное сделать результат. Давайте немножко о самом матче. Посмотрев обзор, у вас могло сложиться впечатление, что мы проиграли прям совсем по делу. И ЦДК нас просто отвозило. На самом деле, игра была немножко в другом характере, нежели выпустили обзор. Мы владели территориальным преимуществом. У нас был контроль мяча. Мы создавали моменты. ЦДК делала вылазки в виде контратак. И, собственно, все моменты, которые они сделали, у них практически 80% были на контратаках. Теперь, что касается игры моей лично, у меня было несколько моментов, достаточно неплохих. Один из которых, вот он. Посмотрите, да, я начал атаку, и мне же отдали, я ее завершал. И, пожалуй, это был один из самых ключевых моментов, когда забей мы, и, возможно, все бы поменялось бы. Но, к сожалению, я не попал левой ногой. Но это не меняет дело, что надо такие моменты попадать и забивать. И в конце первого тайма Алдонин забивает нам гол. Это было там за 2 минуты. из-под меня. Опять же, я не успел добежать. Вот поэтому не забил туда. Пропускаем сюда 1-0. Все, спокойненько, скажем так, уходим на перерыв. Уходим на второй тайм. И, собственно, нам забивает коряка. Штрафной, которого, в принципе, не было. Вот вы можете посмотреть этот момент сейчас и убедиться в этом сами, что нету. Человек просто сам падает, а судья ставит штрафной. Ну и там дальше уже мастерство, конечно, и многолетний опыт. Позволили просто пулей вогнать туда мяч. 2-0. Все. Да, у нас какие-то там были предпосылки, моменты. Да, мы могли еще пыхтели там, но третий гол совсем окончательно закрыл вопросы о победителе этого матча. Да, мы не посыпались. Мы продолжали создавать моменты, продолжали что-то делать для того, чтобы отыграться. Но, к сожалению, нам не хватило. Мы пропустили четвертый. Ну и в конце гол престижа. Он, в принципе, ни нам, ни команде соперников ничего не менял. Дальше. Я за матч пробежал около 6 километров. Я хотел еще посчитать свои действия. Но, к сожалению, так как, опять же, нет целого матча, это сделать не могу. Теперь, что касается любительской лиги и участия в них таких игроков, как Коряка и Алдонин. Собственно, люди, которые с таким богатым опытом, опытом именно делания результата. Потому что премьер-лига, ты можешь играть не ахти как, самое главное, чтобы ты делал результат. Тогда ты будешь находиться в составе, в команде премьер-лиги. Поэтому эти люди делали долгое время результат для команд, которые играли на самом высоком уровне. Соответственно, здесь они также продолжают на уровне, скажем так, любительского футбола делать результат за счет своего многолетнего опыта. И в этой игре они, опять же, показали, что да, класс, класс не пропьешь. Хотя попытки были, наверное. Не забывай подписывайся на канал, ставь лайк, будь на связи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok